Организация, о которой говорил Владимир Путин, клуб Мартайн. Многие его члены были осуждены за сексуальные преступления против детей. Даже в сверхтерпимой Голландии существование Мартайна возмущает подавляющее большинство граждан. Свою партию педофилам пришлось распустить. Однако излагать свои идеи они по решению суда могут свободно. В причинах могущества педофильского лобби разбирался наш корреспондент Иван Благой. Вот в этом доме, в 100 километрах от Эмстерадама, живет один из основателей партии и сообщества педофилов. Как мы видим, что соседи его не особо-то жалуют. Вот вы видите, что произошло со стеклами. Также мы видим, что демонтирован звонок, нет таблички с фамилией, а вот здесь за стеклом видеокамера. Я думаю, что нас уже заметили. Его зовут Мартайн Уитенбогард. В ассоциации педофилов, которую он создал и назвал своим именем, числятся более 600 человек. Все они, как и Мартайн, не стесняются говорить, как страдают. Ведь закон не позволяет им расцлевать детей. Я знаю, что когда запрещают чесаться, а у тебя что-то чешется, это становится настолько невыносимым, что жизнь твоя превращается в ад. Голландские педофилы перед выборами в парламент основали политическую партию. Даже наводнили интернет агитационными роликами, пропагандирующими секс с 12-летними. Легализацию мягких наркотиков для детей, а для подростков тяжелых, например, героина. Лишь под давлением общественности удалось на какое-то время объявить вне закона саму ассоциацию педофилов Мартайн. Спать с детьми, разрушать их жизни, это какой-то кошмар. Я не думаю, что им есть место в голландском обществе. Министерство юстиции неожиданно напомнило о свободе слова. Как уверяет адвокат Адель Ван Дарплас, в Нидерландах у растлителей детей мощное лобби, и ниточки ведут на самый верх. Мой клиент был в детском борделе и обслуживал политиков и членов правительства. Один из полицейских, который расследовал это дело, рассказал, что он был одним из их свидетелей, а мистер Деминг, генсек Министерства юстиции, одним из подозреваемых. Но к тому моменту, когда было получено разрешение на прослушку телефонов и обыск, произошла утечка информации из Министерства юстиции, и все следы были заметены. Упоминаемый Йорис Деминг, с почетом вышедший на пенсию генеральный секретарь Министерства юстиции Нидерландов. Он неоднократно обвинялся в растлении малолетних. Есть шесть заявлений в полицию. Одна из возможных жертв насилия – Мустафа. Его лицо скрыто. За то, что много говорит, Мустафе едва не отрезали язык. Он уверенно опознает Деминга как своего насильника. Вот он тот мерзавец! Речь идет о событиях середины 90-х в Турции. Мы обратились за разъяснениями в Министерство юстиции Нидерландов. Там нам ответили – обвинения не имеют под собой никаких оснований, так как мистер Деминг даже не был в Турции в тот период. Он был там под другим именем. В то время у него было три разных паспорта. Он был председателем организации, которая занималась куртско-турецким вопросом. Представьте, если вам скажут – российский посол в США ни разу не был в США. Это просто смешно. К общественной группе присоединились хакеры движения «Анонимус». Они стараются не позволить замять дело. Тема педофилии для Нидерландов – национальная трагедия. Здесь, в Нидерландах, от 15 до 20% населения пережили сексуальное насилие в юном возрасте. Как минимум столько. Реальные цифры могут быть больше. Отец Хендрикс уверен – проблема сегодня не решена. В этом же уверен и художник Марис Брэнкман. Воспоминания детства до сих пор в него вселяют ужас. Меня насиловали с 9-летнего возраста, до того момента, когда мне исполнилось 16. Насильник был директором обычной средней школы. Он испортил детство еще 50 мальчикам. Трое покончили жизнь самоубийством. Педофил отсидел полтора года и потом получил невероятное по своему цинизму предложение о работе тоже в школе. Все же знают, что педофилы хорошо умеют ладить с детьми. И власти подумали – так давайте ему дадим место, где он мог бы работать с детьми, потому что он хороший учитель. Он хороший учитель. В Германии спецкомиссия начала расследование после скандала, в центре которого оказалась партия «Зеленых». Стало известно, что она фактически финансировала педофилов. Более того, подозреваемые в подобных преступлениях в свое время входили в состав фракции Бундестаги и добивались того, чтобы педофилия в стране была легализована. Из Берлина наш Сапкор Иван Влагой. Кристоф Беккершаум знает о партии «Зеленых» то, о чем не догадываются миллионы ее сторонников. В этом зале собраны документы за все 33 года существования этой политической силы. Отдельная папка посвящена вопросам педофилии и деятельности педофилов в рядах партии. Они пытались использовать «Зеленых» в качестве трибуны, чтобы протолкнуть свои интересы. Партия чувствовала себя в западне и не знала, как решить проблему и никого при этом не дискриминировать. Вероятно, чтобы никого не обидеть, в 80-е годы «Зеленые», как выяснилось, напрямую финансировали Федеральную ассоциацию геев, транссексуалов и педофилов, которая требовала узаконить секс с несовершеннолетними. Сейчас это называют всего лишь нелепой ошибкой. Бывает, что в течение, например, трех дней нужно рассмотреть сотни и сотни заявлений о вступлении в партию. И когда профессионалы в Бундестаге обнаружили, что творится, то эти заявления отклонили и всех педофилов вышвырнули вон. Тем не менее, в 84-м году Ассоциация геев, транссексуалов и педофилов официально вошла в один из комитетов фракции «Зеленых» в Бундестаге, то есть могла оказывать прямое влияние на политический курс партии и работу парламента. И дискуссии с подачей «Зеленых» о легализации секса с детьми не прекращались. Это ошибка. И мы глубоко сожалеем, что такого рода требования и дебаты в прошлом имели место в нашей партии. Сегодня мы громко заявляем об этом, и мы сделали свои выводы. Мы пригласили независимого эксперта детально разобраться в этом деле. Какие выводы сделала партия, правда, не очень ясно. Фолькербек – один из самых уважаемых политиков от «Зеленых». Сегодня он заседает в Бундестаге. Известен тем, что в свое время также требовал изъять из Уголовного кодекса статью о педофилии. Шокирует и то, что объединенную фракцию «Зеленых» в Европарламенте, то есть уже на европейском уровне, возглавляет Даниэль Конбендит. Человек, который в свое время работал в детском саду во Франкфурте на Майне, обвинялся в педофилии и еще несколько десятилетий назад на телекамеры, смакуя подробности, рассказывал о чудовищных вещах, от которых нормальный человек приходит в ужас. Маленькие дети фантастически сексуальны. Нужно быть честным, серьезно, ребенок. Я работал сначала со всем малышами, это другое. Но вот дети 4-6 лет, знаете, когда маленькая пятилетняя девчушка начинает вас раздевать? Это фантастика. Абсолютно непонятно, как после таких слов этот человек не только остался на свободе, но и как политик не получил волчий билет. Ведь закон Бендита потом еще и голосовали. Вновь и вновь. Даже после публикации книги, в которой он описывал, как дети расстегивали ему ширинку. Насколько серьезное влияние оказывали педофилы на курс партии, которая сейчас имеет 10% от всех мест в Бундестаге, теперь решит специальная независимая комиссия. Лавину очерняющей зеленых информации уже не остановить. Выяснилось и то, что знаменитый каннибал из Ротенбурга, в 2001-м съевший своего друга, сейчас в заключении занимается активной политической деятельностью. Он возглавляет тюремную ячейку партии «Зеленые». Тоже повод задуматься избирателям. За своеобразный фасад берлинцы прозвали резиденцию канцлера стиральной машиной. В этом году в борьбе за Бундестаг и эту стиральную машину на показ выставили небывалое количество грязного белья немецких политиков. Причем в случае с партией «Зеленый» это белье настолько грязное, что отстирать его быстро вряд ли удастся. А до федеральных выборов остается менее четырех месяцев. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Первый канал.